Амиран запускает дроны. Куда идти? Хотите почувствовать себя в Чернобыле? В горах выпал снег. И это весь бюджет поездки в Грузию. Всем доброе утро! Мы направляемся в Грузию. Это начало нового, четвертого выпуска. Поэтому приятного просмотра. Подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайк, если вам понравится это видео. Ну что, поехали! В данный момент я нахожусь у монастыря Джвари. Вот он впереди. Этот настырь находится около города Мацхета. А именно здесь крестили Грузию. Едем дальше в сторону Казбеги. Говорят, там выпал снег. Посмотрим. Если выпал снег, я вам обязательно это покажу. Если вы приезжаете в Грузию в октябре, обязательно берите с собой много теплых вещей. Потому что здесь температура может быть как плюс 20, так и минус 3. Мы сейчас находимся в крепости Ананури. В 2012 году эта крепость вошла в ЮНЕСКО. Вот, это крепость, стена крепость, а это храм. Кстати, давайте я вам расскажу, что за тур мы взяли. В общем, мы взяли трансфер, который проходит через несколько мест, через несколько достопримечательностей. Из Тбилиси до Казбеги и обратно в Тбилиси. Стоимость всей этой экскурсии 46 долларов. В горах выпал снег. Люди фоткаются вон там внизу. Доехали до высоты 2400 метров. Сейчас поднимаемся к арке Дружбы народов. В общем, Ирина мне рассказала, что эта арка была построена в честь Дружбы между Россией и Грузией в 1983 году. Смотрите. Вот она издалека. Вчера, кстати, в Тбилиси шел сильный дождь вечером. А оказывается, здесь шел сильный снег. Весь снег, который вы видите вокруг, выпал вчера. До этого здесь снега не было. Вот так вот нам повезло, собственно. Но я там только рад, потому что снег это круто. И когда мы здесь сейчас едем, все тает по дороге и кажется, как будто весна. Очень здорово. Покажу вам виды с арки. Вот он. Слышите этот шум? Это шумит вот та маленькая горная речка. Вот эта арка. Смотрите, какая она. Сейчас все, обратно пойдем к машине. Зашли в заведение. Называется Алгаден. Здесь есть вина за 3 ларя. Принесли хинкали и кебаб. Вот смотрите, как кубик кебаб. Я тут первый раз свеживаю лаваши. Он длинный, большой. Смотрите. Вот моя рука. А вот хинкали. 10 штук здесь. Все. А мы возвращаемся в Тбилиси. И сходим на дезертирский рынок. В общем, если вы хотите купить Черчхеллу, нужно идти на дезертирский рынок. Мы только что с него. Черчхелла там стоит от 1,5 до 2 лари. Эта которая большая. И если еще подольше, она стоит 1 лари. Вот так вот она выглядит, Черчхелла. Из амертинского винограда. Хочу порекомендовать вам квартиру в центре Тбилиси. Она в достаточно хорошем состоянии. В здании всего лишь две трещины. Сейчас я вам сниму балконка, которая завтра развалится. Смотрите. Вот он. Я бы на месте владельца этой тачки не ставил бы машину под этот балкон. Подошли до фуникулера в парк Рике. Ирина сказала, что мы поднимались на 422 метра. 92. А, 92 метра. Поднялись по фуникулеру крепости Нарекало. Собственно вот эта крепость Нарекало. Ее строили в пятом веке примерно. В пятом и шестом веке. Потом ее перестраивали арабы. Сейчас она полуразрушена. И мы идем на западную часть. На западную сторону этой крепости. И еще, кстати, маленький совет. Передвигайтесь по городу на Яндекс такси. Он здесь есть. И он здесь стоит очень маленьких денег. Привет. Отсюда открывают самые крутейшие виды на Тбилиси. Я думаю, вы это заметили. Мы решили спуститься обратно также на фуникулере. Потому что уже закат и нужно быстрее добираться до кафе, чтобы покушать. Два с половиной стоят съезд на одного человека на фуникулере в одну сторону. Идем через мост мира кушать. Этот мост мне нравится большинству грузинам. Потому что он портит весь вид города. Хотя он выглядит очень современно. Двигаемся дальше. Подошли до заведения, которое искали. Он называется Микитна. Все. Мы поели в заведение. Очень вкусно. Советуем его. В Тбилиси очень много попрошаек. Они на каждом углу. И каждый просит лари. Кто-то показывает какие-то документы. Смотрел, сколько стоят кальяны. Вкусов очень много. А стоимость получается одного кальяна 15 лари. Заходим в метро Тбилиси. Идем в сторону серных бань. Именно те бани, из-за которых основали город. И зачем я включил камеру, хочу сказать один момент. Потому что в Тбилиси очень много русских. Мы идем по улице и через каждые 10 метров слышна русская речь. И я думаю с 10 человек 7 понимает русский язык. А мы дошли в общем до серных бань. Сейчас я вам их покажу. На улице стало теплее, на серных папишоне. Смотрите, это они. Вот эти купола. Это серная баня. Сходил во всеми известную серную баню. Нашли баню номер 5. Вот она сзади меня находится. Что сказать. Минут 30 я не решался на этот подвиг. Потому что это один маленький бассейн 2 на 2 метра с серной водой. Куда один за одним заходят мужики разные. То есть очень разные. Как я быстро решался, так я быстро помылся. Так я быстро зашел. Потом снова помылся. Сходил в сауну и быстро оттуда вышел. Мне кажется на все прошло что-то 10 минут. Даже те кто работает в бане удивились. Потому что я так быстро из нее выбежал. Дошли до парка Матацминда. Сейчас попробуем подняться на фуникулерах. Поднялись в парк Матацминда. Оказалось, что это парк развлечений. Где есть всякие горки, колесо обозрения. И разные другие советские аттракционы. И сейчас будет вид на город. Вот прямо сейчас. Если бы вы были у крепости Нарекал. И поднимались на фуникулере из парка Рики. То сюда вам нет смысла идти. Хотите почувствовать себя в Чернобыле? Приходите обязательно в Порт Ацминда в октябре. В несезон, смотрите. Даже жутко. Ты ходишь по парку, здесь никого нет. Мы даже не знаем, что здесь находится парк. Подписывайтесь на музыку. Узнаете музыку из-за ужастиков? Ну, в общем, развлекаюсь как могу. Вот здесь будет вставочка такая. Вот, действительно. Дошли до театра марионеток Реза Габриадзе. Театр именно марионет. Таких вот подвесных игрушек. Поэтому, если вы любите театр, обязательно приходите сюда. Папа! Я ж театр не люблю. Поэтому мы пришли просто посмотреть на часы. Гуляем по Тбилиси. И здесь, оказывается, еще ходит Эмиран вместе с текилой и своим оператором. А еще туки-тук. Вот фотография с текилой. А вот фотография с Эмираном. Вон они идут там дальше. Потом уже выставлю немного влог. Эмиран запускает дроны. Что там прикольное, пока мы гуляли здесь, вот насколько, наверное, минут сорок, я три раза встретил Эмирана. Кстати, он по-любому скажет, что этот мост отстой. Находим сейчас на улице Лесолица. Собственно, от этой улицы очень много сувениров и еды. Завтра мы едем в Сигнахе. Там будем покупать вино. Я обязательно покажу вам. Мы задались вопросом, почему в Тбилиси так много знают русский. Так много людей знают русский. Чтобы найти хорошую работу, в Тбилиси и в Грузии нужно знать четыре языка. Это русский, грузинский, английский. И догадайтесь, какой четвертый. Я думаю, вы не догадаетесь. Это французский. Понимаете французский? Если вы знаете три языка, у вас будет большая зарплата. Но если вы знаете французский, то ваша зарплата будет на 700 долларов больше. В Грузии делают дороги. Это самые центральные улицы. Смотрите. Здесь все перекопано. Здесь все перекопано. Здесь все перекопано. И там все перекопано. Куда идти? Зашли в магазин Вин. 34 лари. Вот так выглядит настоящая Хаванчкара. Фирмы Хареба. Один из самых хороших заводов в Грузии. Есть Сапирави. Вот. 14,70 стоит. Это все в лари, конечно же. Две золотых медали. Мне только что рассказали, что это вино 2013 года. Взяло две золотых медали. Думаю, взять попробовать, может быть. Но оно без фруктового оттенка. То, что нам нравится в этих винах. Вот есть Сапирави 2014 года. Оно с фруктовым оттенком. И стоит 10,80. Один литр разливного вина стоит 10 лари. Один литр Кинзмараули. Сейчас будем дальше выбирать и покупать вина грузинский. А завтра мы едем на завод. Доехали до завода Хареба. Вот оно. Сейчас будем смотреть вина. Здесь проходят экскурсии, дегустации. Дегустация отдельных экскурсий. Вот. Сейчас узнаем, сколько стоит они. И сравним с ценами в магазине, которые мы были вчера. Вперед, пошлите. Наша компания единственная в груди, которая делает масло из виноградных косточек. Из 70 килограммов косточек получается литр масла. А какого года вино самое лучшее? Ну, максимум вы дали у 13-го и 15-го года. 13-го и 15-го. Ага. Грузины пьют редкий, даст ли с помощью такого рога и пьют с одного раз маха. То есть, если взял рог, должен выпить до конца. Нельзя оставлять вино в рог. Здесь у нас давини или по-грузински сад Нахели. Давини давят виноград исключительно только мужчины. Потому что говорят, что у женщин характер меняется. Вино получается с характером. Назволяется давить виноград в грузии только мужчины. А здесь что за вины хранятся? Это все конъекционные. Определенные сорта винограда, которые... Нет, здесь есть вот и цицка, кракуна, кадзипели. Ну как? Он вообще спелый, круто. Дикий гранат. Он прям... Очень много муравьев здесь. Держите. К улице, оказывается, деревья граната с иголками. Вот, в общем, урожай. Едем дальше. Добрались до города Сиганахи. Он находится в двух часах езды от двери. Сейчас осматриваем город. Где-то, наверное, минут 40 здесь будем. 30, не знаю. Пока что идем смотреть горы Кавказ, которые виднеются вот отсюда. Смотрите, вот. Эта стена идет на протяжении 7 километров. Туисту открыт всего лишь маленькая часть этой стены. Люди, которые жили в Сигнахе, оборонялись от персов, от арабов и от других захватчиков. Вот. И здесь мы находимся совсем недалеко от России. Виднеется гора Кавказ. Человек, который нас вез, ссылку на него, если получится, я оставлю в описании. Вот. Он сказал нам то, что нам очень повезло. Потому что в это время года увидеть такие виды на Кавказ это большая редкость. Здесь очень красиво. Пахнет шашлычком. Вот там он где-то готовит. В это время года, в середине октября, точнее уже во второй половине октября, мы здесь, ну, сегодня уже 19 октября. Народа очень мало, но виды на Кавказ просто восхитительны. Все, мы все съели и выдвигались обратно в Тбилиси. Все было очень вкусно. Берите кебаб, обязательно пробуйте кебаб. Доехали до Тбилиси. Место, в котором мы сейчас находимся, называется East Point. Вот. Это огромный торговый центр, точнее много зданий с торговыми центрами. Магазин электроники, магазин одежды, продуктовый магазин. Супермаркет, в который мы сейчас идем, называется Care 4. То есть, типа, забота 4. Ну, как я это перевел. Здесь также находится кинотеатр IMAX и прочие развлекаловки. В этом торговом центре, который находится East Point, есть вода Лагидзе. Обязательно попробуйте тархун, либо сливочный вкус. Очень вкусно, советую. А так вот выглядит супермаркет. Приходите в этот магазин. Вино покупать рекомендую тоже здесь. Лимонада здесь стоит 1 ларе. Мне нравится. Поэтому за лимонадами тоже приходите сюда. Это рубрика «Затраты на поездку в Тбилиси». 8000 мы потратили на перелет одного человека. Проживание у нас стоило 5000 рублей на неделю. И я потратил где-то 100 долларов на одного человека, опять в Тбилиси. Итого, суммируя все это, у нас выходит 20 тысяч за неделю. И это весь бюджет поездки в Грузию за 7 дней. Поэтому езжайте. Подписывайтесь. Оставляйте комментарии. Пока. 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 Пока.